КАРТИНЫ, СКУЛЬПТУРЫ, ПРИКЛАДНОЕ ИСКУСТВО Искусство, переходящее из века в век. От отца к сыну. Телеканал Казак-ТВ возрождает казахские национальные традиции в программе «Казарт». В этом зале, где мы находимся в настоящее время, в фонде Музея Искусств имени Костеева хранятся более 5000 экспонатов – изделий декоративно-прикладного искусства казахского народа. Здесь выставлены самые редкие экспонаты, самые лучшие творения мастеров. Это образцы прикладного искусства казахского народа XIX и XX веков. Кроме того, на всеобщее обозрение выставлены традиционные войлочные изделия – вышивка, изделия из дерева, кожи и шкуры. Государственный музей искусств имени Абилхана Костеева – крупнейший в нашей стране художественный музей, занимающийся научно-исследовательской и культурно-просветительской работой. Введенный в эксплуатацию в 1976 году, музей по композиции представляет собой компактное здание, соответствующее всем требованиям по хранению музейных экспонатов. В этом году наш музей отмечал 80 лет со дня основания. Мы считаем, что дата основания – это 1935 год, когда впервые была организована выставка, посвященная 15-летию Казахского СССР. И в этой выставке участвовали работы на тот момент профессиональных художников Казахстана. Кстати, в этом году во знаменование юбилея мы делали специальную выставку именно тех работ, которые и составили эту первую выставку в 1935 году. И эта ретроспективная выставка называлась… Мы специально выделили зал, называлось «Искусство. Сохранение искусства». Дальше, к 80-летию, мы делали выставку работ, которые прошли реставрацию. Потому что не секрет, что некоторые работы, которые поступали, ну, потом с течением времени всякие бывают ситуации, их нужно было реставрировать. Это могли быть трещины, какие-то потери красочного слоя. И еще одна дополнительная выставка была как раз выставка реставрированных работ. С тех пор, как широко распахнулись двери музея, перед его сотрудниками стояла задача бережного сохранения музейного фонда. И сегодня в музейном фонде хранятся более 24 тысяч произведений живописи, графики, архитектуры, а также бесценные произведения прикладного искусства народов Казахстана, России, Америки, стран Востока. Как я уже сказала, казахстанских художников, в дальнейшем, когда правительство приняло постановление о создании галереи, государственной галереи картинной, то московские и петербургские музеи поделились своими фондами. И сейчас у нас есть благодаря этому фонды европейской и классической академической живописи, графики в том числе, и работы известных мастеров России, художников, таких как Репин, Шишкин, Врубель. Знаменитые работы, знаменитые авторы, знаменитые имена. И эти работы являются одним из ключевых факторов для того, чтобы позиционировать наш музей как музей классический, академического ранга. За эти годы в музейном фонде собрано большое количество изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Казахстана. Здесь хранятся представляющие особую ценность прекрасные произведения художников советского периода. Ювелирные изделия, предельно ткацкие изделия, произведения всех видов прикладного искусства. Если точнее, то основу музея составляют произведения таких классиков, как Костеев, Телжанов, Сидоркин, Шарденов, Айдбаев, Кенбаев, Танцыгбаев. Их работы тоже являются гордостью нашего музея, и они находятся в постоянной экспозиции. Те работы, которые у нас хранятся в фондах, время от времени организовывая временные выставки, например, персональные выставки, для того, чтобы показать полно и ярко творчество того или иного знаменитого казахского художника, мы проводим персональные юбилейные выставки. Так, например, в этом году была большая выставка, посвященная юбилею и творчеству великой казахской художницы Гульфа Ирус Исмаиловой. Точно такая выставка была посвящена творчеству и юбилею Евгения Матвеевича Сидоркина. История формирования музейного фонда берет свое начало с первой экспедиции, организованной директором Государственного музея искусств Кулахметом Кожиковым. Когда с 1970 по 1991 годы в селы и районы областей Казахстана выезжали экспедиции музея. Научные работники музея тогда объехали и казахов, наиболее густо заселивших Омскую и Тюменскую области России, собрав при этом редкие изделия, тем самым пополнив музейный фонд. Наша основная цель состояла в сборе экспонатов, оставленных в наследство от прадедов внукам, а также пополнять фонд, хранить его в научных целях, пропагандировать творчество наших мастеров среди народа. Задачи музея не ограничиваются сбором и хранением экспонатов. Вместе с тем, большое внимание уделяется пропаганде произведений искусства, хранящихся в музее, проведению специальных выставок. Есть картины, которые давным-давно, например, много лет хранились в архивах и фондах. И вот, начиная с прошлого года, мы пришли к выводу и начали делать выставки, вытаскивать из фондов картины, которые, допустим, много лет не экспонировались или вообще никогда не экспонировались. Вот, например, у нас была выставка «Труд, идея, цель жизни». И мы выставили работы художников, которые социалистического реализма, которые очень много лет, очень много лет, а может быть, некоторые из них никогда не экспонировались. Это были великолепные картины в жанре социореализма. Эта выставка имела такой успех, что у нас постоянно шли запросы и просьбы продлить ее. На сегодняшний день в Государственном музее искусств имени Костеева работают 9 научных центров. Этот перечень продолжают Центры изобразительного искусства казахского прикладного искусства, зарубежного классического искусства, зарубежного искусства новой эпохи, фонды, центры восстановления реликвий, выставки и экспозиции, оказания пропагандистского, экскурсионного, информационного и полиграфического обслуживания. А в настоящее время в музее хранится более 24 тысяч произведений искусств, составляющих бесценный фонд музея. Среди них имеются произведения декоративно-прикладного творчества казахского народа, искусства живописи, а также русского, западного и восточного народов. А количество произведений мастеров живописи Казахстана составляет более 11 тысяч. В том числе произведения живописи, графики и скульптуры. Произведения изобразительного искусства Казахстана занимают 4 зала. Музей начинается с мемориального зала, посвященного первому казахскому профессиональному художнику, отцу казахского изобразительного искусства, чье имя в 1984 году присвоено этому музею – Абилхану Костееву. Эту экспозицию начинает одна из первых его работ – портрет Кинесары Хана, написанной в 1935 году, а продолжают все наиболее известные произведения живописи и графики, выполненные им в различные исторические периоды. Творчество Костеева напоминает своеобразную энциклопедию исторической летописи. Все изменения, происходившие в нашем обществе, все новости он отражал на холсте либо на бумаге. Словом, в экспозиции из произведений, написанных в начале творческого пути, еще в 30-40-х годах, сгруппированы старые и новые бытовые серии. Кроме того, выставлены исторические портреты, в том числе портреты таких известных сынов казахского народа, как Амангельда Яманов, Шокан Улиханов, Жамбыл Жабаев. В следующем зале занимают место произведения художников первой половины XX века. Периода, когда началось формирование казахстанской профессиональной художественной школы. Среди них особое место занимают произведения Николая Хлудова, в 1930 году стоявшего у истоков казахского изобразительного искусства. А также самые заметные произведения Сергея Калмыкова, приехавшего в 1935 году в Казахстан по специальному приглашению композитора Евгения Брусиловского. Картины этих художников повествуют о быте, культуре и жизни казахского народа. 1950 год – период формирования Национальной школы изобразительного искусства в Казахстане. Именно в те годы стали возвращаться молодые казахские художники, обучившиеся в высших учебных заведениях изобразительного искусства Москвы, Ленинграда, Харькова. Так ими была создана школа, сформировавшая в изобразительном искусстве нашу национальную тематику. Среди них были Конопия Телжанов, Сабыр Мамбиев, Айша Голымбаева, Гульфая Рус Исмаилова, Нагамбек Нурмухамедов и Уки Ажиев. В их творчестве были особенно заметны национальная тематика, национальные традиции, национальные краски. В те годы, наряду с талантливыми художниками, стало приобретать известность имя первого профессионального скульптора Хакимжана Ноурзбаева. Ноурзбаев свои многочисленные скульптурные композиции создавал из мрамора, дерева, бронзы и различных материалов. Мы выпускаем книги, альбомы о музее, о творчестве тех или иных художников, о наших фондах. И все эти книги, они не просто, мы же их не для себя выпускаем, они распространяются по библиотекам, их покупают и приобретают себе для домашних библиотек и ценителей, и интересующиеся люди искусством. И проводим конференции. В музейном фонде произведения живописи, графики, иконы, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства, войлочные и ткацкие изделия хранятся по отдельности, в разных помещениях. Каждый зал оборудован в соответствии с необходимым для него температурным режимом. Поскольку свет может оказать негативное влияние на произведение графики, изделия из кожи, в этих помещениях и вовсе отсутствуют окна. Мы находимся в помещении, где хранится крупнейший фонд живописи Казахстана. Здесь хранятся произведения крупнейших мастеров искусств страны. Это фонд, состоящий из неповторимых произведений таких крупных и известных художников, как Костеев, Голымбаева, Хлудов, Исмаилов, Исмаилова, Шейхметов, Кенбаев, Мамбеев, а также работы молодых художников, наших современников. Поскольку это хранилище, поэтому свойственный для музеев режим соблюдается очень строго. На картины, написанные масляными красками, не должны попадать солнечные лучи, поэтому окна в здании расположены наискосок. На окнах имеются жалюзи. Влажность хранения составляет 55 и 58 процентов, а температура должна поддерживаться на уровне не выше 16 и 17 градусов. Следующая задача, стоящая перед коллективом – возрождение Малой Академии Искусств. В свое время в этой академии для любителей искусства действовал специальный курс по истории изобразительного и прикладного искусства. Как сообщили сотрудники музея, эта забытая традиция в ближайшее время найдет свое новое продолжение.